Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Ну вот, сегодня 20 марта 2016 года. Приступаем к одной теме. Тема это занятия, которые я проводил в Потеряевке. Потом они писали даже обращение такое, прямо официальное, чтобы я не бросал эти занятия, вел. Тематические. Все, что вокруг окружает, видели пчелы, дорога, гости приехали, такими названиями. Начинается с первого тому. Это вторая часть была. Вот какие тут показать надо страницы. Это на всякий случай. Один раз показать только. Десять. И всего таких бесед будет, то есть роликов 123. Попробуем, посмотрим. Вот первая у меня была вода. Они об этой теме тогда, когда была презентация книг, присутствовал проректор Государственного технического университета Барнауля. Это большой университет. 21 тысяча студентов. Кажется, из 18 стран только там учатся. Вот. И он давал отзыв по книгах на презентации. И как раз обратил внимание на эту тему. Вода. Самый ценнейший минерал. Насколько он важен. И видно, что он просчитал. Семкин Борис Васильевич. Описано. Вот предисловие. Один раз сделаем. А потом просто по тематике. Тема, название. И так идет. Занятия по темам Потеряевки. Будут назван каждый ролик. Предисловие. Предлагаемые считателю беседы, занятия проводились в Потеряевке по воскресным дням. С самого начала ее возрождения в 1991 году. Эти занятия проводятся только в летний период. Когда я там нахожусь с детьми. И после их отъезда с мая по октябрь. Часть занятий утеряна. Остались только те, которые записал на магнитофон кассетный староста деревни Барабаш Игорь Александрович. Около 120 занятий. Каждое занятие около полутора часов. Некоторые беседы посвящены определенным людям и событиям в Потеряевке. И считателю должно быть интересно, как жизнь, по слову Божию, реально воплощается в людях. Какие при этом возникают трудности, недоразумения. Иоанн Затаус говорит, что в церкви проповедующий не указывает по имени на согрешающего. Дабы не сделать его еще более дерзким и наглым. Но это касается только храмовых проповедей. Наши занятия проходят в лагере Стане. А потом даже в других местах, прям возле балерины, там такое у меня строение трехэтажное на улице. Когда сегодня публикуют в печати о современных событиях и говорят о живых людях с отрицательным смыслом, то, как правило, в скобках пишут, что фамилии изменены. Делают это, как пишут авторы статей, или поэтическим соображениям, или за неясностью того, чем это дело окончится. Или из-за боязни, как бы не привыкли к ответственности за клевету. Библия, Слово Божие, не знает таких ужимок, оговорок, уверток, но всегда с абсолютной точностью называет имена героев. В кавычках. Третье Иоанна 1, 9, 10. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них, диатреф, не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствия с тем. И сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. А если бы не указал, никто бы и не знал этого диатрефа, властолюбца в церкви, тирана. Третье Иоанна 1, 12. А Димитрий засвидетельствовал всеми и самой истиной. Свидетельствуем также и мы. И вы знаете, что свидетельство наша истина. А то нельзя, не осуждайте. Вот пример конкретно. 1 Тимофея 1, 20. Таковы имения и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. 2 Тимофея 4, 14. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. И главное, Александр понимает. И Димитрий у нас потеряевки. Слепились Александр и Димитрий. И обувь и в какие-то секты рассыпались, и полностью разложились. Не то, что они от нас уходят, там прокляли их. То есть безобразничать вначале. Один начал нарушать седьмую заповедь. С властями пошли. У одного... Вот Димитрия отец был там подполковник милиции. И фамилии, и все это называем. Такие пакости делал. Я приехал к прокурору по земле там, а он мне показывает, Риперт Юрий Николаевич, Мамонтовска района. А он пока за целую пачку написал. И что-то где-то мы делали, там ограбили кого-то. Ну то есть бред. Я говорю, а почему вы никаких мер не принимаете? А что принимать? Вот тут видно, что сумасшедший. Пьяный бродил. Ну и сгорел. Нету. А сын в него такой же, всякие пакости, начал с еврейской организации, связался в НСР, дал подписку о Христе, никому не говорит. Ну то есть совершенно разошлись пути с нами. Галатом 2.11.13. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с изыщиками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнау был увлечен их лицемерием. И Петр, апостол. И он называет их имена. Это уже не внешние люди, а свои. В Библии, как в истинном слое Божьем, дан рецепт правила. Поступать точно так же, не изменяя ни имен, ни место событий. А то в городе Энн, там пишет Гоголь или Пушкин. Все беседы вызваны или празднеством, или конкретным событием местного или мирового масштаба. Главная цель, как этих бесед, так и всего, что мне Господь позволил издать, состоит в том, чтобы Библия стала светильником, посохом всем во всем. И чтобы это Слово Божие заговорило с каждой душой, как будто лично сегодня именно с ним разговаривает сам Господь. Кевриим 4.12. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всего ковмича, бою до острова, оно проникает до разделения души и духа, состава мозгов, и судит помышление намерения сердечное. Живо, а не схолотично, предназначено не для книжной полки, а для воплощения в нашей жизни, для устроения, соделывания и воспитания, совершения христиан, превращения в настоящих живых последователей Христа. Евриим 4.12. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. 1 Петра 2.5. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Это предисловие на первую поставлено. А потом дальше уже тема была первая. Вода. Кто в бурю на море не бывал, тот горя не видал. Тут на земле есть за что уцепиться, если хотя бы одно дерево осталось. В море нет ничего для опоры, все шатается, ускользает из-под ног. И ты не знаешь, где север, где юг. Если хотите узнать, что такое море, посмотрите картины Айвазовского. Их сохранилось по музеям мира не много, не мало, около трех тысяч. Химический состав воды известен очень хорошо, H2O. Эти атомы кислорода и водорода непросто разъединить в обычных условиях. Но писали, что однажды в Индийском океане была страшная буря, торнадо, скорость метра 450 км в час. Волны поднимались на высоту 12-этажного дома. Раздувались ветром и от молнии вспыхивали. И огненный океан катил свои волны к берегу. Горел водород и поддерживал горение кислород. Море превратилось в огонь. Премудрость Соломона 16-17. Но самое чудное было то, что огонь сильнее оказывал действие в воде, все погашающее. Ибо самый мир есть поборник за праведных. Огонь в воде удерживал свою силу, а вода теряла угошающее свое свойство. О воде есть столько рассказов, сказок, и в этом материале нетрудно утонуть. Кто может сказать, в какой день Бог сотворил воду? Известно все и про все. А этого не написано даже в Библии. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной Дух Божий носился над водою. Но откуда она, вода? Ни один святой отец этого не говорит. Как будто вода была сотворена на первое дне творения. Все, что есть на земле, и сама земля, произошли из воды. И чтобы в это было легче поверить, нужно узнать, из чего мы сами состоим. Оказывается, что в каждом из нас 76% воды. Человек кожей обтянутый бурдюк с водою, добавим, что с вонючей водой, которая хуже болотной. Покажем, как узнают это на примере земли. Берут ее образцы и выпаривают в специальных камерах. И разница веса между той землей, какая была взята на поле, и той, что осталась без влаги, составляет вес воды. Из всех продуктов, которые мы употребляем, в каком более всего воды. Огурец из 100 килограмм, только 1 килограмм сухого вещества, то есть 99% воды. У арбуза на 1 или на 2% больше сухого, за счет кожуры семищек. Как мир был создан? 2 Петра 3,5. В начале, Словом Божиим, небеса и земля составлены из воды и водою. В богослужении употребляется огонь и вода. Но вода более важная часть. Без огня мы можем пожить долго. А без воды ни одной недели начнется сгущение крови, тромбозы и смерть. В России тратится пресная вода в 70 раз больше нормы. Более расточительных людей пока нет на земле и не было. Так держать, а чищенной пресной водой огороды поливаем. Если один человек вздумал помыть себя в ванной, то он выльет на себя полную ванну или более того. Моет такой водой чистые машины, пользуются ей пожарники. И самое глубоководное пресное море у нас Байкал. Байкал, озеро. Любое собрание вод называется морем. Бытия 1,10. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Вода имеет три состояния. Твердая, жидкая и газообразная. Лед, вода, пар. Не могут объяснить, откуда у воды такое качество, что при 4 градусах Цельсия появляются первые кристаллики. Так у любой жидкости, когда начинается кристаллизация, то опускаются твердые частицы на дно. И идет полное замерзание. А у воды не так. Здесь начинается чудо. В воде не сжатие начинается при замерзании, а расширение. Холод это сжатие. Если бы с водой было так, то все водоемы промерзли бы. Начало мерзнуть со дна. Здесь же образуется панцирь, как шуба, лед. Замерзает, но не тонет. И плавает лед, и по нему бегут машины. Превращаясь в пар, вода дает страшную силу. На этом свойстве воды основаны паровые машины ползунова, уайта. Под землей свои парилки-гейзеры. Горящая вода, говорят, магмой нагревается. Удивительно, почему она вся в пар не превратится и не развесет покров земной. Так же ставят особые термостанции. Кто-то под землей кочегарит. И тут только приборы определяют, что и сколько убавить, прибавить. И все это от Бога нашего. Всему дает жизнь вода. Когда меня спросили из Канады про наше поселение, то сразу же задали один вопрос. А вода у вас есть? И узнав, что вода есть и в водоемах, и в колодцах, годная для питья, отвечаю, других проблем нет. Все остальное кропотливый труд. Всему дает жизнь вода. Но несмотря на это, в богатейшей Сибири мы ждем продукты, выращенные в болотной Голландии. А ведь ни кредиторы, ни трактора на первом месте, это на наличии хорошей воды. Вода впереди, а остальное позади. Бытие 26-20. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодец в имя Исек, потому что спорили с ним. А пресс на воде спорит, убивает друг друга. Вспомните роман Порфенова «Бруски». В Африке есть места, где нет воды, но там живут люди, туареги. А они в день пробегают за своими стадами, не так, как у нас на толчке возле лагеря толкутся пастухи. 60 километров, при 45-градусной жаре, в тени, если бы эта тень была, там проложили дорогу. Машину можно оставлять, говорит, не ограбить. Говорит, можно бы ограбить. А берут только воду из радиатора. Ребятишки останавливают и просят пить. И когда уже новое, уже вовсе нечего пить, надрезают кровеносные сосуды верблюда на шее и припадают к нему. Каждая женщина берет на плечи кувшин, идет за водой в потемках утром и вернется только в темноте вечером. Далеко вода. Один кувшин воды на всю семью. И никуда не уезжают. Живут на одном месте. Что мы делаем с водой? Сколько на одну эту окаянную шампунь потратили? И на ходу гнием. Михаил Сергеевич Горбачев сказал, несметное сокровище нас развратили. Это будет, по-видимому, одна из причин исчезновения русского человека. Такое расточительство. Природа не потерпит варварского обращения с собой. Огромные водоемы запруживают навозными отходами, как в соседнем с нами Корчере. И дохнет вся рыба. Нефть разливается по водам. Из Канады в Америку качают по трубам нефть. И ни одна капля за 50 лет не пролилась на землю. То, что от воды не будет погибели, мы это находим в радуге. Бытие 9.13 Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мной и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке. И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между землей. И между всякой душой живой во всякой плоти, которая на земле. Почему радуга семицветная? Видимо, полнота обещаний Божьих, семерка, и верности его к нам. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Чтобы запомнить, говорят так, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Начинается гневом и оканчивается милостью, любовью небесной. У каждого вещества, если превратить его в пар, есть свои данные по спектру. Свой спектр, полоски такие. Кто бы ни произвел мелкие брызги, а они дают семисветье. После дождя встряхнется овечка или собака, и уже семисветье. Цифра 7 – это божественная полнота. Самая легкая смерть – утонуть в воде. И самое трудное, считай златоуст, от голода. Каждый день умирает на земле 80 тысяч людей от голода и недоедания. Благодарите Бога. Пища там, где вода. Где нет воды, там смерть выращивает свои костлявые плоды. По Библии замечено множество благословенных встреч у воды. Иаков, Моисей, Христос или Азер из Дамаска нашел жену Исааку у колодца. «И мы уневещены в водах крещения. Встретили жениха души своей в воде. Не через костер прыгать, как язычники. Вода должна быть чистой, не таить в себе смертельные микробы. Если вода испортилась, ищи хорошую воду». Какие сравнения воды? На что похожа она? В чем мы можем увидеть признак воды? «Но ты, Бытие идея 46, 49, 4. «Но ты бушевал, как вода. Не будешь преимуществовать. Ибо ты взошел на лужи от отца твоего. Ты осквернил постель мою, на которую взошел. Это Яков, умирая, напоминает руми моего грехе». Видишь? «На которую взошел. Бушевал, как вода. То есть похоть. Люди, это Откровение 17, 15. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница. Суть – люди, и народы, и племена, и языки. В воду возвращается Дух Святой. В последний великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня у того, как сказано в Писании, чрево потихуют реки воды живой». Сие сказала она Духи, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Четвертое. «Бесы». «Дождь с неба – это падший ангелы, превратившийся в демонов. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Вода подвижная и устойчивая. Немужественность Иисуса новинности. Жители гейские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, от чего сердце народа растаяло и стало, как вода». Сегодня в нашем народе точно такое положение. Как афганцы, чеченцы мужественно воюют, смеются, идя на смерть, «А наши солдаты и там безобразничают, а попадая в плен, делаются жижи воды». Судей. Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону, «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, также и тех, которые будут наклоняться на колени свои и пить». И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. А ведь 32 тысячи было. Сначала непонятно, почему так, а вот почему. Потому как человек пьет, узнавали его годность к Богу. 300 человек не выпустили оружие из рук, даже на малое время и пили с ладони. Это будущие герои веры и победители. Это те, кто прикипели руками к своим винтовкам. Так мы должны держать Слово Божие в своих руках. Непрерывно и всегда к Нему обращаться. В нужде, в лишениях и в скорби, в радости. Всегда держи Библию в руках открытой, в правой и левой руке. Второе царство. И пошел Давид в Аль-Пиратсим. И поразил их там и сказал Давид, Господь разнес врагов моих передо мною, как разносит вода. Днепрогаз построили и плотяно опрокинуло. Даже маленький наш гнилой пруд не можем удержать. И когда Изобель истребляла пророков Господних, Авний взял сто пророков и скрывал их по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водою. Самая необходимая пища – хлеб и вода. И спал огонь Господень и пожал все сожжения и дрова, камни и прах и поглотил воду, которая во рве. Обычно вода тушит огонь. Но в чуде Божьем огонь истребляет воду. Обозначаются наши страдания. Иов 3,24 Вздохи мои предупреждают хлеб мой. И стоны мои льются, как вода. В обыденной жизни много может быть сравнений с водой. Не лей воду в пустых разговорах. Но самое точное и безошибочное сравнение мы находим в Святой Библии. Вода дает жизнь. Иов. Если я устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. И человек умирает и распадается. Отошел. И где он? Беззаконие, безбожники, как воду пьют грех. Иов 15,16 Вот он и святым своим не доверяет. И небеса не чисты в очах его. Тем больше не чист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Тихая жизнь в Господе. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим. Страдание от Бога. Посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и воду. И ты вывел нас на свободу. Псалты в 33 раза через воду Лучше человека, когда хвалят Бога. Псалом 148. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его. Мысли человека – глубокие воды. Помосты в сердце человека – это глубокие воды, но человек разумно и вычерпывает их. То есть прекращает, высохла. Своя жена и чужая. Притча 5. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Женщина безрассудная, шумливая, глупая, ничего не знающая садится у двери дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогой, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда! Искудаумному сказала она. Воды краденые сладкие и утаенный хлеб приятен. Добрая весть. Притча 25. Что холодная вода для истомленной жажды души, то добрая вести с дальней стороны. Значит, холодную воду пили так же. 13. Люди вокруг тебя, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Отдавай милости находящимся вокруг тебя, Исайя, блаженного, сеющего при всех водах и посылающего туда вала и осла. 15. Сердце человека. Исайя 57. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого в воду выбрасывает ил и грязь. Иеремия. Два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили. И выстегли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Иеремия 32. Сын человеческий. Подними плащ о пароводе саре египетском и скажи ему, ты как молодой лев между народами и как чудовище в морях кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь в потоки их. Храмовая благодать. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. 16. Желание считать и слушать Библию. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Злостное безбожное ущение. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и развезла земля уста своей, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти свою. То есть мутная агитация, радио. Библия начинается и заканчивается с повествования о воде. Бытие 1.2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И Откровение 22.17. И Дух и Невестка говорят, приди. И слышащий да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Просящему тебя пить не откажи. Никто напоит одного из малых сих, только чашей холодной воды во имя ученика. Истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Обозначает ветры и воды, повинуются Богу. Потихоньку подойди сюда. Помочь мне надо. Лука. Тогда он сказал им, где вера ваша? Стул посадите. А они же в страхе и удивлении говорили друг другу. Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему? В аду непрерывные крики. Воды, воды, воды. Далее читаю. Лука 16, 24. И Возапив сказал, Отче Авраами, умел сердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сием. Чудеса от воды. Моисей, исход 7 глава. Когда воду превратил в кровь перед фараоном, раступилось в море, стеной стояла вода, превращал горькую в сладкую. Пришли в миру, и не могли пить воды в мире, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера? И возроптал народ на Моисея, говоря, Что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделала сладкую. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Исход 15 глава. Исход 17 глава. По воде ходили, 4-я царь, 2-я глава. Христос, животные ходили по воде, что читаем в житиях святых. Существует около 50 теорий охледенения земли, которого, может быть, и не было. И как проклятие Божие, когда нет воды, который провел у тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной. Второзаконие 8.15. За кровопролитие на земле вода в источниках превратится в кровь. Откровение 16 глава. Третий ангел вылил чашу свою в реке и источники вод, и сделалась кровь. За то, что они пролили кровь святых и пророков, то ты дал им пить кровь, они достойны того. Странникам и пришельцам, беженцам, переселенцам и пленным предложи воду и хлеб. Аманитянин и мавитянин не может войти в общество Господне. Дальше прочитать можно. Я проведу здесь, это много, большой текст. Итак, и дальше. Ищи когда в Самарию. Это книга 4. Отцарств 6.22. Дальше. Язычники. Язычники воду почитали за Бога. Нептун. Премудрость. Почитали за Богов, правящих миром. Или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Злой добро, это огонь и вода. Избери нужное. Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь, прострешь руку твою, Сераха. Где он оказан, Серахов, может быть не 15, а 14, потому что в интернете на одну главу почему-то раньше идет. Число дней человека много. Если 100 лет, как капля воды из моря, или крупинка песка, так мало летай его в дни вечности. Серахов 18. Злая жена, вода на прорыв. Сераха 25 глава. От жены начало греха, и через нее мы все умираем. Не давай воде выхода, ни злой жени власти. Если она не ходит под рукою твоей, то отсеки ее от плоти твоей. Измена неразборчивости, Серахов. Как томимый жажду и путник открывает уста и пьет всякую близкую воду, так она сядет напротив всякого шатра и перед стрелой откроет колчан. Вода главная потребность. Главная потребность для жизни вода и хлеб, и одежда, и дом, прикрывающий ноготу. Главная из всех потребностей для жизни человека вода, огонь, железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло и одежда. Сераха 29. Сколько воды на земле? В пятый день ты сказал в седьмой части, в которой была собрана вода, чтобы она произвела животных, летающих и рыб, что и сделалось. В человеке все перерабатывается, остается живым только младенец в утробе. И хранящее, и хранимое, и то, и другое сохраняется, и чрево матери в свое время отдает то сохраненное, что в нем произросло. Ты повелел из самих членов, то есть из сосов, давать молоко, плод сосов. Третья езра. За кровожадность людей люди будут пить кровь. Вот это еще надо помнить. О которой на горах те погибнут от голода и будут есть плоть свою по недостатку хлеба и пить кровь по недостатку воды. Рождение телесной и духовной от воды. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царствие Божие. Иоанна 3.5. Самые большие беды и чудеса на море. Плавающие по морю рассказывают об опасностях на нем, и мы дивимся тому, что слышим, и ушами нашими, ибо там необычайные и чудные дела, разнообразие всяких животных, роды чудовищ. Сырахов 43. Перед концом света мертвое море извернет рыб. Море Содомское извернет рыб, будет издавать ночью голос, неведомый для многих, однако же все услышат голос его. Третья ездра. Царь Орел выйдет из моря. Вот объяснение видения. Так как ты видел мужа, восходящего из средины моря, и видел я сон, и вот поднялся с моря Орел, у которого было 12 крыльев, пернатых, и 3 головы. Откровение 13 глава. Глубины морские неисследимы. И он сказал мне, как не можешь ты исследовать и познать того, что в углубине моря, так никто не может на земле видеть сына моего, ни тех, которые с ним, разве только во время дня его. Почему море не размывает песок? Он созерцает бездной, и сокровенной в них измерил море, и что в нем. Слом своим он заключил море среди вод, и землю повесил на водах. Он простер небо, как шатер, на водах основал его. Он поместил в пустыне источники вод и озера на вершинах гор для изнизведения рек с высоких скал, чтобы пропаять землю. 3 езер, 16 глава. Произведение Буревестик Максима Горького, картина Эвазовского, песнопение. Многие святые при казни шли по воде, 13 июля, и Улиан. Кони по воде везли тело его, смотрите, симфония жития святых. Моряков считают мужественными людьми. Никто не будет же считать пастуха или тракториста отважным. И это от множества опасностей, наполняющих море. Родился человек, надо омыть, обмыть, умер, надо обмыть. Без воды ни туды, ни сюды, поется в песне. Где нет воды, ее недостаток. Там продукты, ягоды мелкие. Корова пропускает через уме тонны воды. На горах станут воды. испаряется, поднимается на вершины горы, застывает и потом тает и истекает для полива полей. 11 августа 1996 год. Вот, беседа такая была в Потеряевке. Проводил беседы по воскресеньям несколько лет. Их намного больше было. Записывать никто не записывал. Магнитопон один был только в деревне у Барабаша Игоря. Вот он записал. Вот, что такое вода. То есть это тематическое будет на каждый день. Это воскресенье. Вот. Дальше стихотворение. Не играй с огнем, мы говорим, усмотрев опасность в этом деле. Не шути, иначе мы сгорим на посту, на капельре, в постели. На молитве мы стоим на страже, огненная плавка полыхает. От страстей зала до пепел с сажей, мысль испепеляется плохая. Блики пустословия и смеха над другим всегда не над собой. Обгорелая под ветром тает веха, там обиду не залил слезой. Огненная речь безразличию, места нет, божественная ревность. Обречение, несмотря на личность, временно видим всюду бренность. Пламенная речь Серапима из апостольских посланий и до нас. От Климента из Анкир Анфима сжечь всех христиан пришел приказ. Порох не обкрепшим детским душем из учебников напалм младенцам спички. Керосин бензин вливает в уши по помойкам заграничным ищем. Звезды, космодромы, проституток, блудников, сгоревших садомитов. Здесь, как говорится, не до шуток, через мелкое просеет нужно сито. Сжечь учебники, программы по разбрату, по ветру развеет дым зараза. Пенопилы в горано, пираты возжигают похоти миазмы. Илья, пророк, явись мечом по программам школьным огнеметом. Не скажи, а я-то тут при чем? Кормят деток ядом или медом. Это я добавил в стихотворение 27 мая 2002 года. Вот одна тема о воде. И уже на воду посмотришь по-другому. Нигде столько не тратится пресная вода. Это действительно так? А вот надо к этому приучить. И кто у нас в лагере, те знают, мы воду закачиваем по шлангам с озера из пруда и все время говорим, чтобы не капало рожок подверни. Воды в ванне бывают мыться сколько надо, но люди полностью в ванне чтобы быть. Но я считаю не больше вот четверти воды достаточно, чтобы вымыться в ванне. Когда в городе были, где-то полная ванна и вот он шампунь и прочее. Во всем во всем неэкономно живем, неправильно. Кто-нибудь что ставит мало и мало по малу обеднеет, говорит священное писание. И вот куда не посмотришь вода помидора обмыть. И вот в ключ от крана течет. Если есть чистая бумага салфетка, посуду можно и не мыть, где воды мало, то протер и все. Чисто. Но везде льют. Даже трудно сказать, где совершенно можно обойтись даже без воды совсем. Вода крана не закрывает, течет, никто за это не отвечает, счетчиков нет. Я слышал, как в Германии экономно делают. Несколько человек в туалете сходит, а смыв один. Почему? Потому что это вода. Там из этого Рейна говорит, чуть ли не три раза ее в разных местах воду вылавливают, закачивают, потом ощущают, дают пить. Сегодня умеют ощущать. Туалетную воду возьмут, выжмут все и дадут, и никогда не догадаешься. Ароматизаторы запустят. А у нас чистое все земное. Вот берут дистиллированную воду, продают. Вот это вредно. Вода должна быть с теми солями, какие в земле. А человек из земли, он с родственной с праха взят и в прах возвратится. И поэтому там, которые родники берут, артезианская, это самая полезная вода. Люди-то не все это знают. А в ней бывают какие-то примеси, они как раз и нужны человеку. Просто надо это пить. К этой воде, которая в банках продается, чистая вода, не особое поклонение делайте, узнайте там, какая она, как ее ощущали, химическим путем или где. У нас детский лагерь, и мы детей этому учим. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.